Христос воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес, Христос! Я не успела там разобраться и бежу уже. Вообще все красивые такие. Слушаю. Как Шахерезада. Ну, что вы там в чате устроили? Ничего не устроили. Бойню. Серьезные там пишите вещи уже такие. Главное, на ровном месте вообще ничего. Кто-то ролик выставил? Тут комментарии не дала по поводу ролика. Я же дала название ролика и выставила. Думаю, посмотрю комментарии, кто чем поделится. В смысле, свободу слова вроде бы никто не отнимал. Ну вот именно что никто не отнимал. А то, как получается, что как будто отнимает свободу слова-то у нас. Так я поэтому и писала, и оставила. Что, нельзя выставить ролик что ли? Он неплохой, тем более. Никаким приходит к Иисусу. Ну, интересно, как священник познает. Ну, интересно, понятно. Это другой вопрос-то. Другой, в что потом вылилось-то? Она-то комментарий... Елена дала комментарий тоже свой. Своё видение этого ролика. Ну, а дальше-то чего пошло? С чего ради-то дальше что-то идёт? Ну, я не знаю, пусть ответит. Ну, каждый раз, когда Андрей Аткачёва, раньше Виталий это делал, а теперь Елена. Так сразу не то, не так. Ну, я понимаю, Игнат Тихонович, Бог дал власть обличать священника. Но не брать его слова и везде впихивать. Ну, то есть, она не права, когда она сказала, там она неправильно сказала что-то где-то о нём? Что неправильно? Ну, а Елена неправильно сказала, а вот, допустим, по этому ролику? Или правильно всё сказала? Ну, она так видит, я по-другому вижу. Ну, то есть, неправильно, да, в твоём мнении? Ну, почему неправильно? Правильно говорит, много говорит. Но не имеет права говорить тогда? Кто? Она. Ну, она пусть говорит, кто не отнимал свободу слова. А Николай... Говорит много! Не, Николай, Николай, у тебя-то в чём была претензия к Елене? А я её написал в письменном виде. В чём претензии? В том, что нельзя, я считаю, дерзать на то, чтобы решать за Господа, кого через кого обратить и в какой момент. А там явно, что Елена вынесла вердикт, что через это никто не обратится и не родится. То есть, она прямо написала это. То, что она вынесла вердикт за Бога, что от проповеди протеерея Андрея Ткачёва никто не обратится и свыше точно не родится. Прямо так написала. У меня, кстати, обращение было от Андрея Ткачёва, между прочим. Сверх дерзко так думал. А ваше над связи всех. У меня было. Поэтому так быстро судить, я бы не брала себе. Рассуждать даже. То есть, там я конкретно написал на конкретную вещь, конкретное своё сомнение, что так писать нельзя, с моей точки зрения. Решать за Бога. Кто кого как коснётся. Я написала, вряд ли после такой проповеди можно получить рождение свыше. Какое слово вас смутило? Тебя, Наталья. Ну, а почему ты думаешь, что вряд ли после такой проповеди? Для православных даже эта проповедь и то безумие слушает. А рождение свыше... Подожди, тихо, 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 по очереди, всё. Сейчас Елена говорит. Елена. Это моё мнение. Я его высказала. Я высказала мнение, что для меня такая проповедь... Я вижу, что от такой проповеди это моё мнение. Что не родится человек свыше. Всё, я его просто высказала. Я никого не обвиняла. Не говорила ничего. Не про Ткачёва, ничего. Я просто говорила про те слова, которые он говорил. Что для меня от этих слов вряд ли кто-то обратится. Вряд ли. То есть я предположила это. Я ничего не утверждала. А то, что вы видите что-то своё, как Игнать Тихонович говорит, я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их поняли. То есть тут уже явно как бы вы мои слова переворачиваете, по-своему понимаете. Тот смысл, который вы закладываете, я туда не закладывала. Поэтому я не пойму, что вас возмутило. Лицеприятия нету. Мне очень нравится Андрей Ткачёв. И я, когда увидела название ролика, я с радостью щёлкнула, думаю, ну неужели, наконец-то он сейчас расскажет о рождении свыше. Как Фаст, как Игнать Тихонович рассказывает. А он опять что-то говорит, говорит вот это вот это. Я написала свою, как сказать, свою рецензию. Моё видение. Всё. Это моё. Ну, вам не понравилось. Я здесь не причём. Но я если в чате не написала, что ролик о рождении свыше, то ты бы не писала, что он вообще о рождении свыше. А просто как Никодим приходит к Иисусу. Вот и всё, в чём вся загвоздка. Ладно. Игнать Тихонович, вы же читали вот это всё, переписку, которая там была? Я не только читаю, я всё это копирую годами. И на каждый год у меня где-то 30 там, или сколько, больше 100 тысяч страниц. Так что я это прочитал, скопировал, теперь даже исчезнут, а у меня уже никто не сотрёт. Ну да. Ну вот, сестра написала, вряд ли. Говорит, кто-то обратится от такой проповеди. Вряд ли. Она, как по-вашему, она согрешила как-то этими словами, или вообще что-то? Был, или подала повод, чтобы можно было ей что-то предъявить по этому поводу? Если бы первого не было, вряд ли, то есть предположительно, то и тогда нельзя было сестру опровергнуть. Дело в том, что я сам неоднократно это говорил. Говорят столько иногда священники. Сыпется слово за словом с такой скоростью, как будто бы мешок с просом прорезали, и сделать ещё вот это. И рядом сидят женщины, юбка выше колен, а когда сядет, она ещё выше, и она сидит перед ним, как фотограф, и он видит и не скажет, в брюках и прочее, конкретно, о ком речь идёт. Хоть раз один оглянись, что в храме делается-то. И сестра здесь абсолютно права. Я поэтому, я и воспринял, что она ревнует, и слава Богу, что ревнует. Тем более человек этот, что-то меняет в этом, но ему очень трудно измениться. Очень трудно. И, допустим, я не говорю конкретным человеком, но если вот такое я слышал и видел неоднократно, как он говорил, и как себя люди ведут, я под каждым словом сестры подписываюсь. И такой рождённый, свыше человек, он не может так играть, балансировать. У него главное людям показать. Они говорят, все хорошие, он сказал, и на этом всё дальше. Они боятся потерять авторитет, эти священники. Говорю не о конкретной личности. Почему? Потому что под этот определённый вот этот, который они делают, образ попадает, может быть, 90 с лишним процентов. Они людей видят, как источник дохода. И уже уходят из храма. Вот у нас бывает священник ещё вдогонку говорит, не забывайте, свечи на улице не покупайте, а только здесь. Я работал в церкви, и знаю, как это. К причастию подходить деньги нельзя, это симония. А две свечки, две они одну кладут. А теперь полная корзина, сразу опять киоск. И теперь второй, два-три раза отоваривается. Что тут, кого обманывать-то? Теперь сказали, что цены не может быть. Они цены добровольного пожертвования. Тысяча рублей или пять тысяч рублей. Добровольное пожертвование. Добровольное пожертвование не указывается, сколько. И от, от и до нет этого. А он добровольно. Я могу ничего не дать, и меня за это судить нельзя. Может, у меня нету, а может, я уже отдал более в нужное место. Не на эти строительства храмов. Так что сестра сказала, здесь видно, что опыт приобретает. И брат поревновал об этом. Тоже правильно. Потому что решать нельзя. Но тут явно речь шла о том, что конкретно в этой проповеди. Минимум две трети там написали, которые не относятся к теме даже. И опыт свой, он не может никак передать, когда было рождение. Рождение свыше – это другой человек. И мне трудно это объяснять, потому что объяснять ничего не надо. Бог тебя полностью делает другим. Не то, что там сознание переформатировать, как Патерарх Алексей Второй говорил. Нет. Я был мертв, я жил, пропадал и нашелся. Это обо мне говорится. Я не делал, что люди в мире делают. За мной нет ни одного этого греха. Ни матов, ни женщинами. Не нету. Но я понимал, я прописан в аду. Добавляю это слово. Я грешник. У меня нет ничего того, что люди называют грехом. Я все время знал, что я буду в аду. Мне это Бог открыл. И когда этого нету, говорят сразу о любви и любовь Божия. Почему? Игнатий Бричинов говорит, начни сначала. Ничего нету. Начало мудрости, страх Господень. И вот я об этом человеке, о ком, говорите, конкретно заботился, и думаю, что с помощью брата Николая я его все-таки достиг. Сейчас мне говорят, смотрите, как резко его проповеди изменились, уже в руках не придержат. Но я не могу больше отдать. Ну, а как, скажет, вы считаете? Знаете, я знаю только, рожденный свыше по-другому себя ведет. У него совершенно другой подход. Он в мелочи ничего не ставит. Вот ко мне заходит иногда, а я увидел, как вот там-то что-то там рыбу чистил. И на этом деле его Господь поймал. Почему? Потому что я это делаю с молитвой. Тишина. Они никого не могут показать только там. В церкви больше нигде их нету. Никого нет. Вот умирает Чаплин, вот Осипов. Нету нигде. Мы все время в работе. Нас видят. И пустые, как бы, такие моменты-то. Это важно. А не видит живой человек. Мы видим Христа. Вот он плывет. Вот буря. Вот с учениками. Вот ловят. Вот больные. Вот бесноватые. Здесь никого нету. Обернись назад хотя бы, глянь. Идет торговля. Время службы. Там вот так канитель идет. Он не видит человек. Говорю не о конкретном. Все они такие. Почти. Теперь на меня обвинят. Ты скажешь так. И рожденных свыше священник, я знаю, очень мало. Они не пережили страха гиены. И встреча со Христом не была для них такой, которая бывает, которая родится. С муками. Он все, что добыл, он бросает сразу. Вот для меня я могу сказать, когда это было, 27 сентября 1962 года, в 17.00. Я склонился. Сейчас полчаса встал. Я совершенно другой. И уже наутро весь караван кораблей знали, что Лапкин сошел с ума. У меня такая перспектива. Уже сдаю экзамены. Ну, за год три. Три курса сдать. По выбору комиссии на одном из трех иностранных языков. Ясно, что не Кощегаром был бы. А это все мне уже... Я внутри ощущал мертвенность, пустоту. А когда Господь коснулся, как Еремя говорит, я хотел молчать. Внутри меня, на костях моих разлит был как бы огонь. А человека, который нет, у него по-другому все. Да, он много знает человека, этот будет говорить. Он ни разу, я не видел, что он привлекал такой человек, людей к Библии. Они расходятся. Вот батюшка, молодец. Он знает про Маяковского. Знает, что у Цветаевой какая трагедия была. Ахматова он поминает и поминает, где, как было, с кем. Артистов всех знает. И они к нему приходят, а не ко Христу. Вот трагедия-то в чем. Трагедия таких людей. И поэтому сестра по ревности сказала так, ее судить за это никак не надо. Она сказала то, что я должен был сказать. А я побоялся. Оттолкнуть его. Я все еще надеюсь, что он выйдет на меня. Теперь говорю уже о конкретном. Николай. Николай, как там у тебя? Микрофон включи. У тебя там куда-то что-то идешь-то, я вижу. Николая прямо с дороги выдернули тоже. Слышно меня? Николай, над головой облака, как будто он по небу плывет. Николай, что-то тебя не слышу, у тебя этот микрофон. Ты как там? Можешь что-то говорить? Нет? Или еще будет? Нет. Вот сейчас слышно. Слышно. Он не будет говорить, не хочет, не принуждая его к этому. У него все нормально в душе. сейчас. Там это, я, сейчас слышно меня? У меня что-то с микрофоном, видимо. Слышно, слышно. А, ну, спаси Христос, в любом случае, за звонок. Я там в чате написал сначала, ну, начал Елену подкалывать, что она прозорливая, а потом сожалел, посожалел об этом и написал по-другому, переформулировал. Вот. Ну, там, буквально мы помолились, и у меня уже, думаю, зачем я ее подкалываю, не надо насчет прозорливости. И переформулировал, по-другому написал. Но, мысль моя все равно оставалась прежней, что я проповедь не смотрел, о чем я и написал, но, говорю, все равно за Бога решать, это про мне ничего. Ну, как-то так я написал. Но, если я тебе, Елена, чем задел, и там кому соблазн подал, то я прошу меня простить, конечно. Буду впредь аккуратнее. Николай, так она за Бога не решала, вот что вопрос-то. Там ничего нету за Бога, вообще ничего. Вот в этом. Ну, там я прочитал, видать, не то. Я вижу, что она что-то там это, но она просто с шашкой на голову выскакивает, периодически. И тут, видать, уже этот образ, он от нее не отходит. Так, какой урок извлек Николай, из того, что сделал не так? Ты урок должен извлечь. А меня опять не слышно. Молчание золото. Молчание золото. Молодец. Ты богатый человек. Ты нас собрал. Благодарность Богу. Мы никогда бы так не были, пять человек вместе. Это серьезное дело, и ты, когда узнаешь, а ты не рожден, это не надо говорить. Ну, по делам видно, он мертвый. О человеке каком-то. У него все события, все да, он приходит, вышел, и дальше его нету. На занятия, вот так, чтобы при таком звании и человек участвовал, он не будет. Отдельно сидеть, как у адвентистов или у баптистов, называть местописание, чтобы все библии листали. Нету, нигде этого. Ну, как у нас, когда занятия идут, посмотрите, как идут занятия. Стоп, там такое-то опять библию открыли, все, это содружество, знают занятия, здесь нет. Перед ним много людей, красота. А кто обратился к Богу? Я ни разу не видел, как у баптистов бывает, тут же проповедь идет, и кто там встает, я хочу покаяться, и все начинают вместе молиться. Его Бог коснулся. И вот это благодать Духа Святого. Так он сектант. На первой ступеньке все от Духа Святого. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Тут все на месте стоит. Здесь этого нету. Оно не может быть. Всех смотрят на него, да умно, вот там, а запоминают, ничего не запоминают. Запоминается от повторения, повторения мать учения, и запоминать надо Библию, чтобы записывали. Эти люди, они не придут. Они одеты, как попало, женщины без платков. Пусть она денет, вот как наши красавицы сидят, как они одеты. Он даже не пытается такой человек делать, и никогда он не сделает этого. А у нас они, вот они, пожалуйста, смотри, иконный лик. Наталья. Игнатий Тихонович, ну это же все делает Дух Святой. Или у Геннадия Фаста, или у отца Наума, что там женщины все оделись от того, что он родился свыше. Нет, конечно. Или у него там порядок в храме, да я не верю. Вообще, грузинки, армянки, я с ними имею опыт общения еще с Грецией. Да еще и когда мы жили в России, у меня отец. Чтобы они изменились, вот эти вот горделивые женщины, от того, что отец Наум священник, один рожденный свыше, да я в это не поверю, что у него там приходят все одеты в эту жару летнюю. Или у Геннадия Фаста, у него постоянно заседания, лекции закрыты, и женщины, как попало, тоже все сидят. Одно видео, второе, и вопросы такие задают, но прям за голову берешься. Два-три года сидеть и слушать те же проповеди. Кстати, я вчера слушала у него вторую, День Апостола, вторую главу лекции, и там он говорит о говорении языка, когда Господь открывает языки. Вот это что такое схождение Духа Святого, как на апостолах. И, кстати, он там приводит именно вас, но он не называет вас, но я сразу подумала, это вы. Он говорит, я знаю одного такого человека, ему 60 лет, но, видимо, на тот момент проповеди он говорил именно, говорит, который на корабле, когда уверовал во Христа, сразу начал всем свидетелять, и сразу его почитали за сумасшедшего. Но это он только о вас мог говорить. И когда он говорит тоже в лекции, он в Пулахе 9 десятин, я знаю одного такого человека, он тоже может говорить только о вас. Но о кого? Вот я читала вчера Деяния Апостола, и когда вот Петр и Иоанн пошли проповедовать в Синагогу, самое интересное, Иоанн, он молчит. Обычно все говорят, почему Володя молчит, или другой говорит. Евангелиест Иоанн молчал, а Петр проповедовал. И там ему почему поверят? Потому что он вел такую жизнь соответствующую словам, которые он говорит другим, тем более иудеям. Вот видите, как хорошо, что мы собрались. Вы на дальнейшем берегите друг друга. Вы, сестры, даже что-то не так где-то лучше расспросите. Не трожьте друг друга. Вы обе ревностные. Ну, просто приятные. И сатана это не любит. Он обязательно постарается лбами стукнуть друг от друга. Он уже пытался это сделать. А женщина, она начинает припоминать все, что про другую знает или слышала. Как говорит Лев Толстой, два слова рассказать, и что было десять лет назад. А ты скотчем два раза вокруг головы широким. Не припоминаю за тема потерять осуждение и осуждение. Женщины более склонны к осуждению, нежели мужчины. Но там вы пишите, ну и мужчина не отстает в догонку за женщиной, за Евой. Ну, вы видели у нас как? Какой порядок? Как стоят? Даже чем-то не расположен может быть был Максим Степаненко. Но он-то крещение принимал. Это тоже было событие. Кто? Руководитель миссионерского отдела епархии Томской. И вдруг и он дальше начинает говорить, какой порядок был. Главное, я не могу понять, как дети мало не крещат. Один говорит, писал, говорит, там секунды две. И замолк, и никто его не трогает. Почему? У нас собаки не лают. По уставу не положено. Только лают, когда обнаружат чужого. Собаки не лают. Почему? Дается пояснение. Мы живем в едином месте и птицы все нам слышно. Вот этих, которые люди говорят, ну, я их знаю, многих, которые говорят, они людей не привязывают прямо ко Христу. А от Христу Господь определитель дает, любишь меня, говорит, соблюдите мои заповеди. А заповеди это все слово. Слово Божие живо и действенно. 4.12 к евреям. Вот здесь они вообще никакие. Чтобы вот так вот сели, открыли слово Божие, занимались. Вот у отца Геннадия это есть, я знаю, которое. Я не встречал ни разу, чтобы вот так вот, не просто он говорил, а открывали место, считали, вот как у нас занятия идут. Ну, и в Яве точно так у нас, в университетах где-то, а там никак, он выставил оратор. У нас, если человек заходил, от него пахло табаком в университете, а право-то мне дано вудиотеории, то я снимаю 410-ю, его сразу предупреждаем. Вы не можете бросить курить, но дня за два уже в рот не берите, запах будет, иначе мы вам откажем, а пропуски мы вас выщеркнем, там, кого пропускать, и вас уже не пустят. Ну и все. И этого человека я не видел лет где-то, я не могу сказать, ну лет 20 с лишним, 22 года, и вдруг этот человек появляется у меня во дворе, которому я отказал, сказал, ты не послушался, а у него по другой причине, он правда не сознается, такой, он не русский, и мне сказали, он мать наказывает, бьет, оказывается, мать пила у него, этого никто не знал, пила пьяная, и конечно, он применял такие методы с матерью, которые не следовало применять, и услышав это, я отказал ему приходить, а сейчас он у нас еще готовится к окрещению, но будет ли допущен, потому что к нему имеет претензии Игорь Добунов, вот так, он кажется, туркмен или узбек, Игнатий Тихонович, да, а у него еще один момент, он сестрам пишет, то есть он мне писал, и уже сестрам из чата пишет, ну, иногородним, мне уже как бы жаловались на него, а что пишет, картинки всякие, там что-то о себе рассказывает, ну, как бы, он, по-моему, выпивает? Да, не знаю, ничего не знаю, поэтому все под сомнением, говорит, зачем мне пишет Александр каждый день, я говорю, ты не отвечай, она, я не отвечаю, я говорю, заблокируй его, что вы. Ну, это не маленький ребенок, и кому пишет, какая цель, может быть, он не знает, как выразить это, и все, и тут я ничего не могу сказать, были бы конкретные жалобы, тогда мы можем поговорить, вызвать на ковер. Судя по голосу, по голосу, я его сообщение слышал, он выпивает, как будто, по голосу, он направляет сообщение, сейчас бывает, поэтому, ну, почти 100% людей, кто вот так пишет, выпивает, но я не могу сказать точно, может, он такое есть, я его не знаю. У меня тоже писал, поздравлял с праздниками, а так больше вообще не... Еще тут такого нет, поздравлял с праздником, показать, он там живет, там не поймешь, как есть, и он видит, сестры хорошие, поздравить, еще тут такого нет. Я скажу, не поздравляй, он не будет поздравлять. Он нуждается в общении, это каждый, который приходит к Богу, нуждается в общении, это вообще первое, что нужно. Ну, вот, вот ко мне сестра позвонила, это из Америки, она мне пишет, ну, я вам потом пошлю, вы ее знаете. Она мне спрашивает, кто, кто знает, может, Игнатий Тихонович, или там в общине, кто есть, кто расположен к Игнатию Тихоновичу в Америке, чтобы для общения пообщаться. Говорит, не с кем общаться. И тут мы начали с ней общаться, ну, сегодня у меня должна быть с ней встреча тоже, но у меня давно было желание с ней побеседовать. Ну, просто для общения, по Слову Божьему. Если она любит Слово Божие, любит Христа, почему бы не общаться? Это в Духе Святом, тем более, беседа, крещеная тем более, очень расположенная, знаете, Тихонович. Она выходила с дочкой, говорит, дочка у меня не слушается. Игнатий Тихонович, я до сих пор помню нашу ту воскресную литургию, когда вот мы должны были пойти на причастие, воскресное наше крещение. Я помню, вот как сейчас так поворачивайся, а сзади наполненный храм, и все сёстры, все собрались, а когда не успели? Мы же вроде бы все зашли, никого не видно было. Когда поворачивайся, мы все идти уже к озеру, смотрю, а сзади уже столько людей, сёстры пришли, думают, куда они появились, если их не было, когда мы заходили. И мне это очень удивило. Вот так вот тихо, чтобы это самое. Я помню, когда в Молдавии у дедушки я ходила в деревню, вот там тоже так было. Как бы зашли бабульки, все зашли, и всё и тишина, и литургия. Уже в конце, уже всё, уже начинает там говорить уже, в конце литургия. Только я там видела, в деревню. Сейчас Николай пусть скажет. Потому что люди на работе. Меня слышно сейчас? Да. Да, но я в присутствии братьев могу к Наталье обратиться. Так-то я заблокировал. По совету доброму, Игнатия. Я хотел поблагодарить тебя, Наталья, что ты соединяешь людей, потому что благодаря тебе я с многими сейчас общаюсь, там, и с Танислав, и с Дмитрием потихоньку там общение. Ты это продолжай это делать. Соединяй людей, потому что сами люди стесняются. Вот это я хотел поблагодарить. И спросить люди, а ты там разобралась с посылкой, которая к тебе приехала? Тебе хоть как-то облегчило это или нет? Ну, я пока еще не включала, честно сказать. Я очень была занята с детьми. Дети опять дома. Они то школе, то дома, и я не успеваю. Учителя звонят. Одна закончила, другая, третья, с садиком. Сейчас опять головная боль. Я еще не открывала, честно сказать, посылку. Я ее оставила, но дети ждут там марки снять. Российские марки они собирают. Наталья, тебе вопросов несколько. Слушай, пока есть время, задавайте. Да. Ну, скажи, вот допустим, нерожденный человек, он может служить святым и рожденным? Служить жизнью своей? Может. Может, дальше. если нерожденный человек, он может все свое время отдавать Господу свободно, все, что у него появляется? Может, но при первой обиде он все уже меня не благодарят, мне не уделяет внимания, и он отходит от таких святых. То есть отходит. То есть когда отойдет, мы можем сказать, что вот он был нерожденный, так ведь? Ну, Иоанна 2, 19, он говорит. Он попросил прощения, присоединился, а зачем убегать? Через то открылось, что не все были наши написаны, 1 Иоанна. То есть и апостолам не было это открыто, пока они не зашли. Ну, да. Ну, вот, смотри, может он заботиться о группе, иметь общение среди братьев нерожденный может? Заботиться может. Конечно может. А делать нерожденный может больше, чем рожденный. Ну, ревность есть, конечно, ревность это, когда он приближается, хочет познать Христа, хочет познать, хочет быть такими же, он и ревнует. Ну, как, в том-то весь вопрос. Ты-то написала как, что все, что сестра нерожденная? Вообще никак. Я не написала никак. Нет, нет, у тебя там было конкретно написано. Я не написала, что я нерожденная, она бы спрашивала, я рожденная или нерожденная? Ну, если ты рожденная, зачем спрашивать? Я же не спрашиваю, я рожденная или нерожденная. Да нет, ты там не только это, ты там больше написала. Ты написала, ты не познала ни страха Божия, ты не познала, ничего не было и говорить об этом не можешь. Она сказала, что у меня нету любви и страха Божия. Вот пусть отвечает, я хотела этот вопрос задать. Нет любви и страха Божия. Так и страха Божия не может быть вообще никакой любви. Ладно, стой, стой. Но ты эти слова, ты до сих пор от них не отказываешься? Нет, не отказываюсь. По поводу... Ну, то есть ты считаешь так, что так можно сказать, да? Ну, это я вычитала из 23-го дома Игнатия Тихоновича. Душевный, духовный. Да нет, не это. Я не говорю про то, что спрашивает кто. Спрашивает, не спрашивает. Я говорю конкретно я говорю конкретно так о сестре, которая наша, 100%, здесь заботится. Она делает много-много чего, что даже как бы рожденные, может, и не делают. Что как, если даже апостолы не знали, что они кто среди них. Они говорят, то есть вышел от нас тогда мы узнали. Из того, говорит, мы узнали что они были наши. Из этого они не узнали из того, что она спрашивала там и не спрашивала. Это просто есть признаки какие-то. Мы можем о чем-то рассудить так, но сказать так или что ты не познала этого. Но это же просто даже с точки зрения может, это конкретно ты можешь не хотел обидеть, но это конкретно как обидчик выступаешь в данный момент против братьев. Ты если когда говоришь это этим внешним людям, а внешних людях так можно сказать. У них по всему видно. Но здесь человек, здесь уже собран изначально. Он сюда пришел. Служит святым. Здесь находится, среди нас общается. Может где-то ошибается. Не написано же, что рожденный от Бога не может ошибаться. Он ошибаться может любой. Разные мнения могут быть по разному вопросам. Но из этого нельзя никак выжить. Это просто даже обидно может быть для человека. Хотя не обидится. Понятно. Она и не обиделась на тебя. Но мне кажется это тебе надо просто от этого сказать, что да, ты тут за языком ты своим не проследила немножко. Да нет, Вячеслав. Дело в том, что у нас с Еленой состоялось год назад общение. И который стих она прочитала, она говорит мне ты нерожденная свыше и ничего у тебя вообще нету. Обвиняла меня год назад. Ну и ты в ответ нет. Говорит, что я делаю добрые дела только для показухи. Это ее слова, это не мои слова. И ты то есть ей в ответ отправила. Потому что говорит, ты всегда везде выступаешь. У меня вообще такого мнения нету. Совсем. И давай меня обвинять еще год назад. Это она мне говорила. И говорит, нету страха Божия, нету любви. Да без рождения свыше не может без страха Божия, если ты его не пережил. Я-то знаю, что я пишу. Это она сама первая начала. Все, все. Ладно, Елена, давай, скажи. Я именно так и пишу. И знание это то, что прочитает в 23-м томе Угнатия Тихоновича. И если она считает, что она родилась, а я нерожденная, зачем тогда она пишет мне? Хорошо. Тебе был вопрос-то, Наталья. Ты должна была ответить, а не то, что она там тебе, она. Это другой вопрос. Ну-ка, Елена. Елена, говори. Это даже не мой ответ. Это ответ из 23-го тома. Душевный и духовный. Вот и все. Если мои слова понимаются неправильно, то есть любое мое слово переворачивается, и оно неправильно воспринимается человеком, то как человек может утверждать что-то? Значит, нужны доказательства. Веские причем. Ну, я не думаю, что нужно в этом копаться. Но если будут такие доказательства, то приведи их, потому что я никогда... Нет, Елена, ты говорила это. Слушай, я переписку давно все удалила. И все я удалила. Елена, ты говорила вот такие слова, что Наталья нерожденная, что она не имеет страха Божьего. Говорила или нет? Нет, я никогда ее не считала нерожденной. Я просто говорила, как рожденный свыше может посылать... Ну, она мне, так скажем, проклятие, но она не проклинала. Говорит, ты будешь плакать, тебе будет плохо. Я говорю, как ты, рожденная свыше, можешь мне такое говорить? Я же ведь твоя сестра. Вот, ну... Поэтому я просто вот этот вопрос задала. Я, видите, я же ничего не утверждаю никогда. Я просто задаю вопросы. А кто-то, если может на них ответить, он должен конкретно ответить, и все. А она должна сказать, ну, я не права. Или я права? Да, рожденный свыше может желать плохого своей сестре, с которой крестилась, как я говорю, в одной купели, из одной чаши причащались. То есть мы родные. И для меня вот этот вот... Я называю золотой состав, то, что два года мы назад крестились. Для меня это настолько все родные люди, они, ну, самые родные, можно сказать. Поэтому я не знаю, как так можно. И вот это вот постоянно... Ну, ладно, все. Нет, не хочу я продолжать этот разговор. Хорошо, все, я сейчас просто скажу так. Я сейчас скажу последним этим. Но явно Наталья, когда говорила тебе, что ты будешь так, ты будешь, она тебе явно это не желала как раз таки. И говорила для того, чтобы ты это не... Как раз таки, чтобы ты это не получила. Вот то, что она говорит. В том-то, это не проклятие ничего такого в этом... Это не проклятие, это явно. Она просто говорила, что из этого выходит вот это. Я же знаю, что она имела в виду то, что при этом. А ты так поняла все равно, это понятное дело. Она не могла так сказать даже, Наталья, из этого. Ну, вот сейчас смотри. Я задала вопрос, может ли рожденный свыше так говорить. Вот я опять возвращаюсь, видите. Я ничего не... Как сказать? Она мне это сказала. Я никаких выводов не делала. Я просто задала ей вопрос. А разве такое может быть? И все. Ну, нет, ну, понятно. Мы смысл подразумеваем. Ты когда задаешь, ты подразумеваешь что-то. Я уже на то, что подразумеваешь, отвечаю. Наталья, дальше. Ты... Я теперь, теперь говорю. Она тебе вот сказала вот это, да? Ты помнишь это год назад. У тебя это в памяти все есть. Но раз ты видел, что это плохо так говорить, зачем ты тоже сам это ей в ответ сказала? Сейчас уже, через год. Что? Ну, вот ты же сказала, что она год назад тебе говорила то же самое, что ты сейчас. Я говорю, ты, если тогда это оценила как то, что плохое, неправильное, почему ты то же самое сейчас ей в ответ дала? Ты же знала, что это плохо? Что это неправильно такое говорить? Ты же на себе это познала, что она тебе говорила, а тебя это не касается. Ты считала это неправильным, а ты в ответ ей это то же самое сегодня выдала. Вячеслав, я ничего не могу доказать, потому что я переписку нашего ватсапа в Веру удалила. Есть последняя переписка, она скопированная Игнатия Тихоновича, когда я посылала деньги и попросила ее получить. Вообще там какой-то этот кадр непонятный. И про проклятие вообще ничего такого нет. Ну понятно. Дело в том, что что-то говорит, мои слова переворачивают и изворачивают. Ну кто переворачивает или изворачивает? Я сказала, не посылай деньги, не посылай. Я тебе запрещу. После общения со мной в нового года, после разжевывания тебе информации, потом ты говоришь, что у меня не так и не так. Это чувство неблагодарности и все. Ну Игнатий Тихонович, к вам обращаемся сейчас. Игнатий Тихонович, ну смотрите, два человека. Одна говорит, что одна переворачивает мои слова и другая то же самое в ответ, что переворачивает слова. То есть они имеют в виду, я-то понимаю, каждый имеет в виду что-то правильное там внутри. Но понимать друга получается не получилось в понимании. Как вот в данном случае разобраться? Пословица говорит, не скажешь, пожалеешь один раз, а скажешь, пожалеешь сто раз. Неправильно. Первый сказал, а это еще дольше продержало. Это уже злопомнение. Там могло в попыхах сказать, одержать год, а потом выплеснуть. Это называется злопомнение. Злопомнение уподобляет дьяволу. Это уже серьезное дело. Никак. Прости и все за первое. Сейчас попросите друг у друга прощения. Тоже не подумали, сказали и ответственны за эти слова. Пусть она сгинет. Не надо ничего. Это не нужно нам. Не потому, что нас мало, а потому, что мы одинаковые. И, суждая другого, в таком состоянии мы бьем себя в первую очередь. Я просто это смотрю, да, я неправильно сказал. Серафим Саровский не боялся сказать. Когда Дух Святой меня покидал, я ошибался. Дух Святой покидал, а кто он тогда? Никто. Поэтому я и лепил, еще попало. Он ошибался. Вот так. И если это случилось, значит, разворачивать, с того места опять начинать, как путешествие Пилигрима Джона Буньяна. Там вроде хороший путь, рядом, там получше асфальт. А за ночь-то ушло куда? Выход только один. Вернуться на этой развилке и идти здесь. Вернуться к прежнему. Сказало неправильно. Или слова сказало не в том порядке, которое истолкует неправильно. Тут несколько вариантов. А другая помнит, это уже хуже. А я ей тоже самое воткну. Это у Льва Толстого есть такой, там, не упустишь огонь, не потушишь. Как раз вот это вот, как они же два хозяина рядом. И ни со чего началось. А то у меня решето брала, продрала. А ваша курица одна возьми, просила. У нас семь ищек, а сегодня шесть. А курица кудахтала у вас. Стой бы только сказать. Я не видел. Она говорит, а мы по чужим гнездам не лазим. Да я ничего. Я сказала, что курица у вас была. Мы с чужими яйцами не нуждаемся. Мы не такие. А та стала говорить, не такие. А ты у меня решето брала, продрала, отдала. Ну и дальше начали, что было, не было. Два слова сказать в раз, да, десять лет назад. А мужики-то, они могли бы дернуть их, а они никак. А старик на печке лежит, ну такой, как может я. и только говорит, Ваня, примиритесь, уже умираю, нельзя. И они ничего не придумали, как один поджег другого. И вместо того, чтобы выхватить, а крыши-то соломенные были, вырвать, а он первым делом ударил поджигателя. А в это время огонь полыхнул, уже не достанешь. И сгорели, и оба остались на улице, ничего нету. И теперь живут мирно, ни у кого ничего нету. А старик только говорил, попроси прощения, живите мирно. А у нас-то что? Мы дети Божии. И нам никакой правды другой не надо, как быть у ног Христа. Личнее говорить не надо. Не надо. Даже ты прав. На сто раз пример. А вы, у женщины это есть. Она быстро слова говорит, а думать некогда. И поэтому разводы на 99% по причине женской. Она не смолчала. Почему Моника, мать Блаженного Августина, все подруги с синяками после получки ходят, а она, а муж крутой был и пьяница. И потом он станет епископом и тоже канонизирован. А она, да, я виновата, прости меня. Все на этом пошло дальше. Здесь другим путем дьявол завернул. Вот интервью дьявола, когда смотришь, вчера у меня был один человек, и я ему прокрутил. Не 12 минут, а 25 полный. А Меншиков все перевел слова, где по-английски тревожно. И он погубил его все-таки. Не играть с этим. Не играй с огнем. Вот не играй с огнем. Я тебе скажу, переведи по-немецки. Как это будет? Не играй с огнем. Это поговорка. Не играй с огнем. Пословица. Как ты переведешь? Видишь-то, не знаешь. По-немецки звучит «малень нигд, дейтольфен анден ванден». Не рисуй чертиков на стене. А, ну это уже про... Запоминать надо. Дословно не переводится. Немец не поймет, как огонь. Откуда огонь? А у них как? Малень нигд, дейтольфен анден ванден. Не рисуй чертиков на стене. Они в тебя залезут. Не поджигай другого, не играй с огнем. Сам сгоришь. Вот как. Вот, допустим, я тебе разговариваю и говорю, ты меня спрашиваешь, а как вы добрались? Я говорю, на своих двоих. Переведи на своих двоих. Еще получится. Не переводится? Переводится. А в шустер ванден. Так что, надо конкретно. А флонаккер? Что такое? Флонаккер. Не знаю. Фло это блоха. Малень тихонач, вы говорите немецкий фразеологизм. Это совсем другое. Так, смотри. На каком языке никто сейчас не говорит. Фло это блоха. А наккер к накню прибрать. По-русски не так. И Ленин, он когда изучал, он перевел крохобор. Понятно? А там нету ни блохи, ничего нет. А у немца флонаккер. И поэтому мы должны понимать, кто что за это закладывает. Вот сказали, я сказал, отвечая за свои слова, а не за то, что подумали. Это не мои слова. Это человек, который имел большой авторитет у самого лютого врага русских людей. Ницше, любимец Гитлера. Это его слова. Я взял, потому что они хорошие, правильные. Так что, эти слова не мои. Я просто повторяю многое. Как-то я говорил по радио и сказал, привел Конфуция, там еще таких. Так на меня попы напали. Я говорил по Библии, но сказал, что у других народов вот так вот. Они это уже отбрасывают. А зачем брали язычников? Зачем Павел говорит и критяне, поэт говорит, критяне утробане ленивые, звери лютые. Зачем бы он это сказал? Приводят Эпиктета. Эпиктет, поэт. Басенник. Так что, в этом вины нету, что я привел Мирского, но к месту должно быть и не так много. Игнатий Тихонович, но мне очень дороги наши отношения. И вот это вот, вы говорите, злопомнение. Если было злопомнение, я бы давным-давно бы вышла из чата, я бы не общалась и даже сейчас бы не выходила бы. Да и вообще бы ничего бы не писала, если бы оно было бы. Но осадок есть. Дело в том, что говорит, что не родила тебя, страх Божий не пережила, ничего не было. Я, меня это вообще удивило. Ты даже не знаешь, что мне это отдалось. Вообще. Принеоскресение. Приехать. Не, Наталья. Про проклятие. Давай договоримся. Если я показываю, значит молчать. Вот когда показываю, вот так замолкни, ни одного слова не говори. А то не могу остановить тебя. Я уже несколько раз пытался обклинить, а ты зарядила и пошла, и пошла. Я так только покажу. я хотела попросить прощения у нее при всех. Попрости. Сестра, ты проси меня Христа ради. Я-то еще не причащалась. Я думаю, когда у нас состоится беседа, тогда пойду на причастие и на исповедь. А вот ты у меня не просила прощения. Попроси, попроси, Елена. Проси меня, пожалуйста. Я не могу вставить слово-то. Я прошу тебя прощения. Я тебя очень любила, люблю. Я тебе в любви признавалась всегда. Ты всегда в моем сердце и у меня ничего не изменилось по отношению к тебе. Я жаждала этого, как сказать, нашего примирения. Вячеслав, Вячеслав, заканчивай, пока по-другому не стало. На этой ноте закончить надо. У меня еще книги сейчас идут от Елены подарок. Она мне подарила еще очень давно 24-25 том. Все нормально. Слава Христу. Все, что было говорено до этого и сказано, все как будто не было, все стирается. Вы согласны с этим? Не было, не было. Ничего не было этого больше. Все стирается и мы, как свидетели, являемся свидетелями, что от всех слов, которые кого-то из вас обидели или что-то, вы отказываетесь. И теперь вы больше, мы их стираем, ставим печать на это. Ну, понимаешь, тут вот в чем, Вячеслав, если бы проведил человек вперед, какое дело будет от этих слов, то тут и не надо хорошее или плохое. Тут уже сразу понятно, эти слова можно было истолковать по-другому. Зря сказал и не обдумал. И все на этом. В самих словах то у них обидного ничего нет. Ну, сказал, ну еще, тебя не ударили, все при тебе осталось. Да было, мало ли еще, да в самом деле, то есть поступаем в другой раз и такое, на суде Божьем все поднимется и все перед всем миром будет. Господи, исторгни, а мой убили. Да я-то знаю уже каждую из сестер, они же мне пишут, мы же с ними общаемся. Я знаю, что каждый из них имел в виду что? Что там нечего, вообще ничего. Нет, там нету, это именно неправильно поняли друг друга, только в этом, вот и все. Я знаю, что Наталья говорила, даже вот в 2007, и что Елена говорила, я это все знаю. И это совершенно не то, что в итоге перевернулось. Поэтому я и говорю, что ну нету, между женщинами нету получается. Просто недопонимание вышло. Просто все стереть и все как не бывало никогда. Николай. Что у тебя там, Николай? Нет, он не доступен. Ну ладно. У меня тут красивое место очень. Я не знаю, как вам показать. Тут видно, нет. Крам я тут зашел. Помолись о душах наших, Николай. В общем, я тут мне один брат передал. Вот святитель Николай, смотрите, тут икона какая. Давайте поморимся и расстанемся. Давайте, да. Ага. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправы, сущим ограбить живот дарвал. Благодарим тебе, Господи, что продлил нашу жизнь до сего времени, и что брата нашего, Вячеслава, побудил поднять этот вопрос. И за это слава тебе. Господи, сам вспоминал и запоминал наши грехи, как одна искра в водах океана. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И меня простите в Песаре. Господь да простит. И меня простите братья и сестры. Я всех благодарю. Прощение уже просил тоже. Ну все, давайте расстанемся. Только всегда, когда что услышите, можете записать и додумывать, и молиться об этом, а не так в ответ сразу ткнуть. Вот отсюда все происходит, что мы торопимся и сказанное не прорастает как следует, а мы его бросаем уже шипами кверху. Так, все, с Богом. У меня такое есть. Расходитесь, я отключаюсь. С Богом.